Дорога из песка, гравия и глины. За ней глухая тайга. Есть в связи интернет, но нет свободного выхода в райцентр. Все это Сретенский район, поселок Усть-Карск. Здесь стоит и школа, которую перед выборами обещал поменять на новую глава района Алексей Закурдаев. Выборы он выиграл, но школа так и осталась, деревянной. Директор этого учреждения старается отстоять цивилизованные условия обучения для детей. Попросила у предприятия, которое работает в поселке, специальную тележку с зарядкой под ноутбуки для уроков информатики. Каждый год проводят косметический ремонт и, что редкость для села, набран полный преподавательский состав. Наша школа построена в 1988 году. Школа деревянная. За весь период эксплуатации здания капитального ремонта не было ни разу. Классы небольшие, по площади чуть более 30 квадратных метров, что по СанПин не выносит количество детей. На данный момент в нашей школе обучается 219 детей. Обучение проходит в две смены. Во вторую смену у нас обучаются второй класс, третий, четвертый, седьмой, восьмой и шестой классы. В 2021 году у нас было сделано заключение о недопустимости здания. То есть состояние здания оставляет желать лучшего. Капитальный ремонт нашего здания нецелесообразен в связи с затратами. А еще зимой дети здесь не могут заниматься физкультурой. В спортивном зале зимой стоит минусовая температура. Подвижный урок проводят в классах. Учеников в таежной школе более 200. Меньше, по словам директора, никогда не было. У входа в дом знаний нас встретила многодетная мама. Она переживает, что когда младший пойдет в первый класс, здание уже не будет функционировать. Да, у меня шестеро детей, трое из них выпустилось. Двое учатся в школе. В седьмой класс у меня дочка пошла. Во второй класс сын пошел. И маленькому три года. Знаю, какое состояние техническое у школы. Поэтому пришлось обращаться к главе района с письмом от родительского комитета. Техническое состояние школы критическое. Есть в поселке спортивные секции. Занимаются тут баскетболом и легкой атлетикой. Грамоты нам показывает директор. Поддерживать учебное заведение помогают и учителя, и родители. Некоторые сами красят, другие покупают шторы и устраивают уют. Жалоб у родителей много, но основные две. Старые парты и холод в спортивном зале. Да, парты полностью они вот так изношены. И стулья, и все это все в зацепках. То есть, что говорить о том, что рабочее оборудование, так скажем, да, в таком состоянии, а само здание тоже. По спортзалу знаю, что там зимой просто невозможно заниматься. Там температурный режим вообще отрицательный. То есть, бывают случаи, когда отменяют занятия и проводят их просто в классе. Потому что там насквозь дуют, там гуляют сквозняки в спортзале. Там щели, там окна разбитые даже. И так все это стоит. Потому что до них элементарно невозможно дотянуться. Школе в Усть-Карске исполнилось 35 лет. В 21 году были выделены деньги на обследование помещений. Экспертизу делала компания «Чита-граждан-проект». Согласно документу, срок службы истек. У лестниц, полов, крыльца, кровли, отделки, сантехники, радиаторов отопления, водопровода и электрооборудования. Остальным пока целым элементам по нормативу осталось прослужить еще 5 лет. Альтернатива у усть-карских школьников есть. Школа в 30 километрах от поселка, в соседних верхних куларках. Но она и там, деревянная. Ее также, кстати, обещал поменять на новую тот самый Алексей Закурдаев. Но и здесь не выполнил обещаний. Родители вместе с директором школы обратились с запросами и жалобами к районной администрации. «На кону безопасность наших детей, обучающихся в технически несостоятельном здании. Просим вас принять неотложные меры по решению вопроса о приведении состояния здания школы в ПГТ Усть-Карск в надлежащее условиям эксплуатации состояния. И в кратчайшие сроки уведомить руководство школы и родительский комитет о принятых действиях. В противном случае оставляем за собой право обратиться в надзорные вышестоящие инстанции». Ответ от чиновников родители получили. Ничего хорошего в нем не было. Ни в одну из программ по капитальному ремонту школ это учреждение в 2023 году не попало. В Стретинском районе нет финансов на ремонт. Рассчитывать стоит только на региональные или федеральные программы. Но включение в любую из них будет возможно только в 2025 году. Но это в том случае, если администрация составит за свой счет проектно-сметную документацию. Сумма на подготовку проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы составляет 350-400 тысяч рублей. Данные лимиты включены в проект бюджета на 2023 год. Надежда есть. Документации нет. Директор школы, правда, приободрила новостью о том, что на переговорах с Министерством образования Забайкалья вопрос о строительстве поднимался. И, возможно, лет через цать какое-то поколение детей и пойдет в новую, современную школу. Анастасия Раевская, Матвій Насаев, ЗАПТВ.